Микрофон 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 Население, соответственно, с большей или меньшей успешностью производит отходы, выбрасывает коммунальные отходы по склонам обратных, по склонам промоин высокой надпойной террасы реки Аки. Этот процесс действительно уже идет десятки лет. К сожалению, и тогда, в то время в Советское, собственно, он не останавливался этот процесс, но в постперестроечные времена и в современной ситуации он просто достиг уже потрясающих негативных масштабов и, конечно же, портит абсолютно всю ситуацию с состоянием окружающей среды на этой территории. Это не только визуальные, мы с вами понимаем, что твердокоммунальные отходы, это источник загрязнения окружающей среды и поверхностных вод, и грунтовой воды, и самых озер, и, естественно, воздушной среды, поскольку полевый раз у нас происходит, это и в целом закламление территории и так далее. То есть влияние таких свалок на склонах и в пойме озер, оно многокомпонентно, оно сказывается на состоянии всех компонентов окружающей среды. Соответственно, мы также помним с вами, что эта территория относится к этой стороне вот такой степени замусоренности, а действительно мы российским экологическим обществом периодически выезжаем региональным отделением на эту территорию, организуем такие импровизированные субботники без лишнего аффициоза. Убирать эту территорию можно бесконечно, но местное население продолжает с завиданным гостом оставлять на эту территорию отходы, возложить строительный мусор. Июля Алексеевна предоставляет в течение всех этих недель с момента обращения фоторепортажи, фотосъемку, видеосъемку, а все новых и новых, значит, кучах твердых коммунальных отходов буквально на последние недели они также образовались. Поэтому, конечно, не уделять внимание этой проблеме, а эта территория относится к еще и недостойству Барковской пойме, это природный парк, который даже на Яндекс.Картах обозначен. Но, как я помню, я, к сожалению, не успела проанализировать постановление администрации города Рязани, по-моему, он не имеет такого подтвержденного статуса, да, он только вот фигурирует как проектируемый, как перспективный, может быть, да, объект охранно-окружающей среды. Но то, что это пойма реки Аки, то, что это пойминые озера, это водоохранная зона озер, соответственно, до 30 метров, прибрежная полоса озер до 20 метров, да, соответственно, это территория с особенными режимами и регламентами природопользования и ограничениями, это, конечно же, не понятно. Конечно же, территория в дальнейшем могла бы стать, есть такие первоначальные проекты, наработки, могла бы войти в эколго-туристический или туристический класс, могла бы расширить потенциал туристический, потенциал водоохранения в целом города Рязани. Ну вот сейчас такое состояние. Как указывает Юля Алексеевна, на территории, прилегающей на территории непосредственно улиц, да, Юля Алексеевна, нет контейнерных площадок для сбора ТКО и для сбора отдельно примыкающих или размещенных отдельно строительных отходов и крупногабаритных отходов. Это одна из проблем, которая, собственно, и, наверное, так скажем, позволяет не очень культурным, экологически, да, местным жителям и жителям Танищева и Семчина вывозить мусор в поле. Собственно, я помню, что и Слате выезжает на эту территорию неоднократно, и Юля Алексеевна не указывает, но здесь периодически осуществляется сбор жидких, сброс жидких коммунальных отходов на грунт и самотеком в результате непроектного функционирования сточной и ливневой канализации по микрорайону Семчинский, вот много, которые построены, которые построены в террасе над Кольминой, соответственно, происходит и смыв, соответственно, вынос по иму жидких коммунальных отходов и отходы в том числе молкопроизводства, то есть право периодически сливы в эти обраги, да, и так далее. Эти факты наблюдались. Естественно, в этом случае это еще проблема биологического загрязнения, да, и это проблема распространения инфекции, безусловно. Кроме того, мы все с вами слышали о том, что периодически вода в этих протоках, затоках, да, в озерах меняет цвет, но практически палитра всей радуги, да, от красно-желтых оттенков до фиолетовых оттенков, нефтяное запрязнение и так далее. Поверхность этих озер срастает, автрафикация усиленная, как-то местные жители продолжают купаться, отдыхать. Для меня вообще большой вопрос. Это на очень большого любителя, поскольку, конечно же, водоемы даже без анализов, без аналитики, без санитарий, без анализа крупного соответствия требованиям санитарных норм и правилам, можно сказать, что они не соответствуют требованиям, предъявленным водоемом рекреационного назначения. Юлия Алексеевна также указывает, что в Юлии Алексеевне, соответственно, указана еще одна проблема, будем говорить, что это третья, о том, что отсутствует какой-либо контроль, или он фрагментарен, крайне такой эпизодический, а вот системного общественного экологического контроля, назовем это так, или организациями призванными, да, контролировать состояние этих территорий, контроль практически не проводится, или он вот такой фрагментарный и системный. И даже о фактах проведения такого контроля, как я понимаю, местные жители не предупреждаются. Вы не имеете информации об этом, но депутатский контроль мог бы тоже быть, да, таким системным. Но это общая проблема для города Рязани и Рязанской области, поэтому здесь вообще ничего нового нет. Кроме того, естественно, здесь нет и освещения, оно тоже фрагментарное, это, видимо, еще в каких-то обращениях в указе бюлеви Алексеевна. И, соответственно, нет системы видеонаблюдения, видеофиксации, фотофиксации транспорта, грузового, да, с держащего в пойму, а понятно, что, ну, по большому счету, его там мало что вообще, да, там не ведется любое настроительство, там нет капитального строения, да, то есть, скорее всего, можно подозревать, что этот транспорт направляется именно для свалки, для выпаливания, да, мусора. Юлия Алексеевна указывает следующее. Какие жители в ее лице видят поэтапные, поэтапы решения проблемы? Первое. Проведение выездной проездки, о, извиняюсь, проверки в составе пультицированной комиссии для фиксации фактов, фактов, да, несанкционированных свалок. Второе. Применение юридических правов, методов воздействия в виде штрафов заведения административных уголовных дел на жителей. Третье. Проведение разъяснительных бесед с волонтерами и сотрудниками природоохранной коммунизации о недопустимости такого свинства. Четвертое. Ликвидация силами администрации горных несанкционированных свалок вдоль подъездных дорог, вдоль берегов озер, обратных и так далее. Установка крупногабаритных мусороприемных контейнеров на развилке дороги между озерами Заольского и Монастырского. Сразу на въезде в Пульму, наверное, можно и до въезда, наверное, съезда в Пульму. Шестой. Установка мусороприемных контейнеров на улицах, расположенных вдоль озер. Седьмой. Установка информационных табличек, запрещающих, ограничивающих, информирующих, призывающих, наверное, до съезда и на приближной полосе озер. А восьмой. Регулярное проведение выездных проверок с целью мониторинга экологического состояния местности в привлечении волонтеров, активных жителей Конейщева. В связи со всем вышеперечисленным, собственно, и этим направлением письма Юлия Алексеевна уже получила ряд ответов, поскольку письмо было направлено, и у вас есть это материал с сегодняшним собранием, в прокуратуру Московского района города Рязани. И прокуратура пишет, что до года вашего обращения нашли свое подтверждение. Вот за попись у заместителя прокурора, советника инвестиции, на территории озер Завольска, монастырска, расположенных в адресе, в поселке Конейщева организованы, несанкционированы свалка, требования законодательства Российской Федерации, в частности, Федеральных законов 52-го и Федеральных законов 131-го соблюдаются местными органами самоуправления не в полной мере, меры к ликвидации несанкционированной свалки не приняты, с целью нарушения направленных представлений в администрацию города Рязани, главе администрации города Рязани, в части доводов об устранении контейнерных площадок, об установлении нарушений, устранения нарушений связанных с размещением контейнерных площадок, направленном обращении в администрацию города Рязани, разъяснили дальше, что можно обращаться в органы прокуратуры, судебные власти и так далее. И следующий ответ получен от администрации города Рязани, управления благоустройством города Рязани 04-05-го, в соответствии с ограниченным финансированием мероприятий, пока ремонт участок дорог по улицам Новоколхозно-Преображенской, в настоящее время капитальный ремонт этих дорог не предусмотрен, предусмотрена ликвидация аварийных был бы, сеть уличного освещения, находящаяся в муниципальной собственности, форта светлого района отсутствует, для строительства недостаточно финансирования бюджета, вопрос строительства наружного освещения по русскому адресам будет рассмотрен при условии выделения денежных средств, при этом не указаны сроки, с кем, с этим вопросом, кто, когда будет обращаться с подательством, некоторые пункты требуют дополнительных разъяснений, как мы считаем. В текущем году будет рассмотрена возможность обустройства контейнерной площадки по адресу Рязани, улицам Новоколхозная, опять же, какие даты, какие сроки, непонятно, исходя из этого обеда. Работа по обустройству муниципальных контейнерных площадок, понятно, что проводится по мере выделения денежных средств с бюджета города Рязани, но все-таки территория, находящаяся в зеленом поясе, это охранная зона, еще одна, которая здесь, собственно, находится в зеленом поясе города Рязани, наверное, могла бы быть оснащена такими контейнерами в первоочередном порядке, что, наверное, очевидно тоже. Следующее, для расчистки озер Заольского монастырского требуются большие материальные затраты, привлечение больших грузнотенки, абсолютно согласно ситуации технически непростая, мы понимаем, что это ручно-механизированный, комбинированный способ расчистки территории, он требует, конечно же, значительного финансирования, но, тем не менее, процесс, да, это зена проект, да, то есть какие-то проекты, какие-то движения, наверное, должны быть инициированы, да, кто, как представитель администрации, видит, должен ходатайствовать, да, о разработке соответствующих проектов, мы, собственно, готовы, и, наверное, комиссии города Рязани, профильные общественных организаций экологических присоединиться к этому, да, к этому ходатайству, с просьбой по разработке ТЗ и так далее. Ну, таким образом, ситуация вот такая же. Если есть вопросы, мы можем, наверное, да, по поводу обращения задачи. Надо рассудить просто вначале, затем, когда оставить слово при большом людям, вот, например, для меня, вот, из всего того, что познакомились с жалобой, вырослой, это не из-за того, что вырослой. Ну, знаете, я впервые в комиссию появилась в 59-м году, потому что тетка вышла замуж, купила в учительскую семью, и вот у них на склоне был дом. И там тогда, если походу, все выбрасывалось, весь мусор выбрасывался в обратно. Это я очень, вот, на себе девочка, я туда пришла, я очень хорошо помню, потому что вода на Северном и все прочее. Ничего не изменилось в этом плане. Значит, в первую очередь, низкий уровень культуры, наш с вами, население. Потому что, если мы гадим там, где мы живем, если нам не жалко самим то место и ту землю, где мы живем, то мы хотим, чтобы кто-то его расчищал. Но это очень сложно, люди. Начинать все равно всегда, вот я считаю, надо себе. Во-первых, что делаю я для того, чтобы изменить ситуацию, и что я делаю для того, чтобы его ухудшить. Местное население только ухудшее. Если исходить из тренка и поставить вот крупногабаритные контейнеры, ну это надо везде поставить. У нас для этого существуют свалки. Есть платное отправление крупногабаритного мусора на свалку. Тогда нам в центре города эти контейнеры везде надо поставить. Везде делают люди ремонт. Везде вытаскивают какой-то мусор. Они же убирают за собой, обязаны. Точно так же и там. Второе. Третье. Вот видеонаблюдение, я считаю, оно должно быть. Запрет въезда крупногабаритного транспорта туда, я считаю, в ГАИ надо обратиться, для того, чтобы запрещающий знак поставили. И как раз инспекция это смотрела за нарушениями по въезду туда крупногабаритного транспорта. Зачем туда крупногабаритный транспорт? Кроме мусора незачем. Строительных площадок там нет. Легковой транспорт? Другое дело. Я вот выпала за 15 лет, проживая 15 лет. Каждое выходное ходило, вечером, воскресенье, два мешка мусора собирала на пляже, на узеле и вывозила. Соседка всегда на дежурный дом смотрела смело, с ним делать нечего. А если бы не вывозила, то уже и грязь была. А в прошлом году приехала, уехали дом продали, приехала такая свалка, просто больше тураков не нашлось, кто бы этот мусор вытаскивали. Вы понимаете, в первую очередь это говорит о нашем очень низком форме культуры и воспитания. Испокон века бросают, ничего не меняется, все продолжается. Вот ГАИ, где запрет поставить, я считаю, въезда, нужно направить письмо с тем, чтобы это сделали, запрещающий знак поставили. Видеонаблюдение сейчас заслушаем администрацию. Я же не думаю, что это так дорогостоящее поставить видеонаблюдение. Насколько я знаю, вот сейчас по местным инициативам остались какие-то свободные деньги. С местными инициативами сейчас дополнительно можно выйти, потому что лично моя система библиотечная только 30-го, то есть тот четверг выходила с последней инициативой благоустройства дороги в Дягилево, в частном секторе. Дорога, которая проходит не у библиотеки, не с одной из другой страны, не подъедешь. Мы вот вышли, мы готовы инициировать эту местную инициативу, собрать деньги и обустроить ее. Значит, здесь тогда нужно подумать, тем более у нас общественность тоже присутствует здесь. Подумать, может быть, обратиться сейчас с этой инициативой и использовать те деньги, которые уже есть в администрации. Я не желаю, потому что нам отвечают, что денег нет, не ждите, потерпите и так далее. Значит, использовать те деньги, которые есть. Пусть это будут, может быть, не такие большие деньги, но начать хотя бы с малого начать. И потом, я, например, считаю, что местное население нужно просто заштрафовать за такое барбарское отношение к той земле, на которой они живут. И делать это надо на постоянной основе. Иначе мы не научим. Если у людей нет совести, кроме как рублем не накажешь, значит, давайте наказывать рублем. Я понимаю, что в советское время, может быть, там централизованно мусор не вывозился. Сейчас он вывозится. Да, площадки, которые там оборудовали, они так скажем, условно могут называться площадками для сбора отходов. Потому что сама площадка заасфальтирована, подъезда к ней нет совсем. При первом дожде и при первой грязи туда не подъедешь, ничего не вырезаешь. Они не огорожены, весь этот мусор разлетается, все это вокруг валяется. В любом случае эти площадки нет в должном состоянии для того, чтобы там собирались отходы. Вот мои предложения такие конкретные. У кого есть конкретные, чтобы без сотрясания воздуха, потому что то, что это плохо, мы все понимаем. Что нужно сделать, чтобы это плохо исключить из нашей жизни? Пожалуйста, Игорь Михайлович. Игорь Михайлович. Игорь Михайлович. Также говорил про юридическое правовое воздействие. Сейчас данная территория находится в зоне, которая зарезервирована для создания ООБТ особо охраняемой природной территории, конечно, Бурковская пойма. Такое решение нужно зарезервировать. Значит, нужно инициировать работу по присвоению этой территории именно статуса особо охраняемой природной территории. У нас будут утверждены режимы, действующие на этой территории, куда можно прописать запрет въезда грудового транспорта, куда, соответственно, автоматически пойдет запрет мусора, будут уже другие штрафы, будут полномоченные органы, которые должны за это отвечать, часто с природоохранным прокуратурой. В эту же территорию также должна обойти территория с озером Гикой Утка. Мы этот вопрос начинаем поднимать. Именно вот такая системная работа. Поясню. Пару лет назад местные жители в Лепеповском районе добились присвоения территории статуса природной марки. Морин-селец получил такой статус и был защищен. Вера занималась вопросом дубки рядом с коротством, тоже территория получила такой статус. То есть нужно не очень большие деньги для проведения экспертизы, но и следовательно предоставление обоснования и Минприроды в Азербайджанской области такое решение может принять. Статус природного парка не требует наличия штата, сотрудников, соответственно, бюджет региона и муниципалитета не принесет финансовые нагрузки. То же самое это можно делать. Во-первых, она, например, анициировала штат природного памятника, присвоения резали статус для исторического поселения, появились режимы, село Ишинской получило статус исторического поселения и так далее. То есть это можно и нужно делать. И, я полагаю, что общественная палата именно в какой уровень? А писать жалобы и сейчас можно в прокуратуру, но есть действия, там, время оператора, это местные жители спокойно могут делать. А вот такая системная мера, она по силе и общественной палаты идет. А экспертиза примерно каких денег будет стоить для этого числа? Все зависит от того, в каком-нибудь территории, какой подробности. Сначала вышли с техзадания, да, были экспертизы, но утверждаются техзадания. Ну, это не экспертиза, да, это, собственно, а кто это может сделать техзадания? Например, мы делали экспертизу по НИК и Кути, мы собирали деньги со общественности. Ну, это тоже подробности объект, это объемное следование. Да, да. Сначала нужно понять, что мы хотим, что имеют. Мы, конечно, понимаем, но нам всем не знаем обязательства об этом. Я могу некоторую записку подготовить, да, что такое природный парк, что категория охраны, да, и для ограничения на этой территории, соответственно, что нужно для того, чтобы ограничить. Если туда несколько исследований нужно провести, да, соответствует эта территория этому статусу или не соответствует. Должна быть доказательная база. Собственно, и лаборатория профильная кафедра, профильная РУ под руководством водореза Алексея Владимировича, и, собственно, мы, как окологи, и БАРПИД, и российская поддержка, собственно, мы все можем присоединиться к разработке. Как обычно, это такая межведомственная, если не может так, да, такая научная группа создаётся, научно-исследовательная, которая пишет ТЗ, если его нет такого, да, здесь дальше уже при соответствующем финансировании приступают к работам в Казахстане. Ну, во всяком случае, эта инициатива действительно масштабная. Понимаете, это не вот установка введённого людей, это не выписывание штрафа конкретному человеку, это всё-таки более масштабные действия. Главное, чтобы вот этот статус поднял к ограничениям местных жителей, чтобы не случилось, как с Есениевской Руси, что доступ к забору прибить нужно согласование в 150 организации. И это не корректная информация? Таких заопректов нет в Есениевской Руси. Ну, что много. Много. Я, конечно, не знаю, не знаю, как это было. Вот буквально на одну неделю состоялась я в члене первой штрафа ОНФ, и состоялась встреча с вот эти героями, с во-моему, что на предельности, по-моему, 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 это. И он как раз говорил о зеленых мыслях, он понимал вопросы не смалых, не специализированных и так далее. Но штраф, который здесь настолько молит, что легче заплатить штраф, чем разрешительность власти. Ну, когда вот последний момент, я вопрос о штрафе. Если физическое лицо, да, а если это юридическое лицо, да, собственно, нужно понимать, кто собственник этой территории. Вот видели, наверное, репортаж, последний выезд, да, на Нашумевшую свалку Дубровича в пойме, аккумуляторные ломоотходы, да, и сейчас входы бытовых и строительных отходов. Соответственно, к собственнику территории, по, здесь перерыв, да, на прокуратуру, и прокуратура, соответственно, штраф пока, который у нас сваривает собственник, но больше 3 миллионов рублей, если мне не изменяет память, да, а для любого собственника там сельхоза, который используется в любом значении, и это значимая сумма, но что вполне очевидно, да, не считанные рублей. Все зависит от того, какие отходы будут обнаружены на этой территории, да. Мы, поскольку мы говорим о культуре проживающих там, но я хочу сказать, это психология, потому что люди говорили, говорят и будут говорить, мы бросали, наши парки где-то бросали, и мы будем бросать. К сожалению, в этой территории, и мне очень сложно это, это было в эту ситуацию. И штраф по отношению физически видеть все, кстати. Здесь мы как примеры, не штрафы не бросали. Ну, знаете, это шла злёма, она же, да, она, это не велосипед, нам не нужно с вами заплетать велосипед. И по этой территории прекрасный депутатский корпус, насколько я, да, знакомилась с этими депутатами, и на уровне областной дом, и городской дом. Можно же сделать некий пример, которому нужно следовать по раздельному сбору мусора, да. Мы говорим о том, что площадки не оборудованы в соответствии с требованиями, да, не соответственно градостроительными, не санитально-хигеническими, но там действительно оно и есть. Но можно же сделать вот эту площадку по раздельному сбору мусора, да. Уж, наверное, сейчас лишь корректно приводить Европу в пример, да, но даже и Беларусь, да, наша вообще братская страна государства, да, соответственно, ведь они оборудованы почему-то в соответствии с требованиями, и люди приезжают на эту контейнерную площадку, в которой свободный доступ для большегрузного транспорта, легкового транспорта, пешком можно прийти, и раскладывают по контейнерам, да, соответственно, на колесной паре стоят контейнеры, прицепы, которые затем прицепляются к транспорту, которые вывозят, и это уже, соответственно, для размещения на городских свалках. Вот извините, потому что моя мама как пенсионер, у нас тоже некий работа кто-то на этажах происходит на даче, да, и мы посчитали, что моей маме пенсионеру, чтобы заказать самослов для оборудования мусора, потребуется заплатить от 5 до 7 тысяч рублей, но это реально обременительная сумма, но если бы в пределах Моргенского или Каннерского поселения, да, была вот эта контейнерная площадка для раздельного сбора мусора, да, доходов практически, да, то есть нужно менять эту систему, это изменение системы, оно должно с чего-то начаться, ведь пример он всегда, да, хороший пример, он заразительный, ему начинали ответы не очень, а? Дорогостоящий. Ну, вот, знаете, тоже вопрос, который мне постоянно задают Виолетта Штамп, почему в Рязанской области, в городе Рязани нет меценатуры, да, почему нет людей, это невезумно дорогостоящий проект, его окупаемость финансово-экономическая модель просчитывается, человек получает отходы, но сдаётся дальше пункты приёма, этот отсортированный мусор, если бы эта программа и эта ситуация была только дорогостоящей затратной, она бы не работала нигде в мире, но она работает везде в мире, муниципалитеты её стимулируют, люди, которые привозят и так раскладывают муру, отходы, они получают преференции на уровне муниципалитетов, бесплатное сечение лекций библиотеки в России. То есть, понимаете, это не то, а мы должны, наверное, муниципалитетов. Конечно. Конечно. Мечтать обращение. Я в ответ вам берусь с папой. Давайте продолжим все 50 лет там с папой. Нет. Вот зайдите, пожалуйста. Вы знаете, что такое впечатление? Вот зайдите в наши дворы. Вот там всё оформлено на площадке, там всё есть. Вы знаете, но такого, что там происходит, не будет. А это самая церковь. Страва и приготовленная территория. И тонкая компания нет. Потому что она оказалась обслуживать исторические дома, поскольку там арки. Там всё, эти брошенные контейнеры, там, я не знаю, это решение. Давайте придём какое-то решение. Куда идёт город? Происпо данного вопроса. Решение. Примерно, если можно, я под вас ещё буду сейчас слушать, о котором вы сказали. Поэтому надо начинать. Я вообще возвращусь в Канищик. Я вас всех приглашаю, вот как член общественной палаты, вот на сегодня можете смотреть. Это... 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 Там не надо ничего. Ну, я думаю, я хочу сказать. Вот Борис Семёнович, Горголов, который спасел он здесь, в Царстве и Миле, с Несветлой Панете, уже красный человек, из него. Вот он очень знал о Канищика, и он вообще его была идея, как ты её здесь вот прямо озвучил, что это настолько земля коническая и ценно историческим архивом, что он предлагал вообще в этом не сидеть. Музей под открытым небом, если говорить об этом. Ну, так ещё и есть одно место, то есть территория, и природный факт позволит начать движение в этом направлении. Это абсолютно верно. Это же не было. Послушайте администрацию города, да? Кто начнёт? Рефектура или Управление глупого искусства? Извините, пожалуйста, разрешите начать мне, потому что сейчас эти 17 часами совмещали, и я не полисом. Я рад, что у нас тут проблема, изменяющая обязанность от эффекта Московского района, Кушукова Акирова Николаевича. Пожалуйста, господин. В нашем работе и муниципальном районном учреждении управления Куделан территорией на постоянной основе проводятся обследования территории района, в том числе и посёлка Калищево с территорией прилегающей к нему. На предметах облюдения требований правил благоустройства территории муниципального образования города Рязань, утверждённые решением Куделанского района. Ранее в период проведения весеннего и осеннего месячного по благоустройству на предметах проводились и проводятся мероприятия по ликвидации слабов на территориях общего пользования, расположенные в частности на спуске с улицами Куделана, к озёрам Забунской и Монастырской. Враньё! Враньё! Юлия Алексеевна, я прошу уважать поступающих и не переходить в дебаты в свой четвертый характер. Владимир Николаевич, если можно, своими словами человеческим языком очень больно. С председателем, что сканает и несёт. Организовывали работу по контейнерным площадкам в селе Канишево и недостойко. Да, много ещё не сделано, как говорится, потому что данные площадки не дооборудованы, и их на территории района ещё недостаточно. Практически в частном секторе их нет вообще. Но непосредственно по данным озёрам свалки мы вывозили. Но, проходя по территории частного сектора, людей привлекали к административному ответственности. Протоколы мы составляли ранее. Ещё когда я был в таком аналитическом управлении администрации города, а сейчас я в муниципальном хозяйном управлении, значит, данные протоколы награды мы выписывали. Но он же возглавнул по избранникам? Нет, это было не очень давно. Но непосредственно по ближайшему уровню скажу, что вы не забывайте ещё о восстановлении правительства Российской Федерации, номер 336, который говорит, что в целях снижения административного нагрузки на хозяйствующий субъект в настоящее время невозможно осуществление производства по делам административных правонарушений, которые подписал губернатор Людмила. Прошу ещё раз. В смысле этого восстановления в том, чтобы ограничить наказание людей? Да. В настоящее время людей привлечь к ответственности недопустимо. Это будет превышение служебных полномочий. Данное восстановление, оно подписано на 22-й год. Сколько оно продлится, ещё пока нету окончательного решения, и когда оно будет отменено, тоже неизвестно. Граза, при которой выбрасывает мусор сейчас, можно выдать уведомление о том, что вы не нарушаете, не допускаете, но непосредственно рублю сейчас не накажете. Плюс непосредственно спуск вот с улицы Хрюби на 6-й год. Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, в какой срок вы можете раздать эти уведомления хозяину каждого жилого дома вот этого микрорайона? Срок какой? Ну, месячный. Месячный срок. Хорошо. В месячный срок мы просим вас, мы эту инициативу поддерживаем, выдать уведомление каждому жилому дому, каждому хозяйству о том, что запрещается выбрасывать мусор. Уж сразу простите, Елена Вячеславовна, как депутата Лизанской областной думы, можно ли обсудить на Думе вот это постановление 336, которое ограничивает наказание жителей за нарушение порядка и окружающей среды? Его можно изучить в Думе, в правовой основе, и внести предложение в правительство о том, что его нужно изменить. Если мы не наказываем людей за нарушение, то тогда о чем вы вообще говорите? Елена Вячеславовна, пожалуйста, проработайте, потому что если запрещено давать предписание, то есть федеральная деможность. Мы федеральная экономика, но там есть наизоляция, понимаете, если это не несет угрозы жизни и здоровья людей. Там есть еще некоторые листы, которые позволяют проводить проверки и выписывают, насколько я помню, они выписывают не предписание, а насережение, которое тоже влечет за собой как будто ответственность граждан. Так ведь? Ну, раз уж вы мне дали слово, я вот тогда хочу обратиться ко мне и сказать. Вот мы сейчас говорим о том, что по кодбеку там сваливали мусор, жители и все такое, но ведь у нас с вами раньше запрос по жителям, которые там живут, да, и возмущение это не вызывало. Теперь сами жители к нам упрощают, потому что им невозможно, там уже жить. И мы с вами иногда должны понять, да, что есть мусор бытовой, который сбрасывает сами жители, да, и за это мы должны наказывать, наверное, жители. Но сначала для них сделать мусор, наверное, да, с дыни. У меня такой вопрос по этим мусорным торопениям от администрации. Я вам показывала, Лариса Анатольевна, какие площадки там делают. Да там не то, что мусор выпускают. Никуда идти нельзя. И вот интересные площадки. Кем ты, кем? Есть ли акты принять эти площадки? Но там еще есть другой мусор, строительный, который сбрасывает со всего города. А вот это уже, вот это уже не проблема местных жителей, это проблема всего города. И, наверное, вот это, в первую очередь, представляет угрозу. Да? Ничего неудобно говорить на том мусоре, в том числе строительного. Значит, это соседние. Стоперечные площадки. Это вообще взорезание как разумное. А так как на свалку получить талон на вырос почти невозможно, то люди из них. Да нет, возможно. Но это стоит денег. И куда проще поедать и сбросить это все в пойму, чем ехать на свалку и оплачивать. Скажите, пожалуйста, вот что-то и попросить. И вот мне только один вопрос, Владимир Николаевич. Вы или кто ответит? Или Дмитрий Вячеславович, начальник отдела по клубу? Я еще не отвечу. Ну, я только получил. Нет. Вопрос какой? Вы мне объясните, пожалуйста, вот эти площадки, которые там установлены, они кем установлены, кто заотвечал за эти работы? Кто может мне сказать? В прошлом году, в прошлом году, в прошлом году, в городе не заняты уже, приняты они по факту, то есть, за те работы, которые в этом году и не доделают, вообще почти. Вот конкретно у меня. Верхозное преображается, или в течение? Вот это конкретно для площадки, меня конкретно интересует. Верхозный момент будет доделан чем будет? В течение двух месяцев будет доделан. Это вы имеете в виду ограждение. Подъезд ограждения священника. Подъезд ограждения священника. Подъезд ограждения священника. Подъезд ограждения священника. Значит, по трем адресам. Да. Вы тоже не купили. Елена Вячеславна. Удавая 32-го стоит 1-го. Еще в этом году запланировали 4 контейнерные площадки за счет следствия областного движения. То есть, по факту исполнения уже за первое полгода будет понятна сумма, без ближайшего района. То есть, входятся логовые и дачные крыльки, которые предполагаются оборудованием. Это будет все делаться на условиях оборуса, да? На оборусах оборудовании. И в техническое задание входит полностью все обустройство. и подъезды, и освещение. Ну, мои более-менее нести. Освещение в оборудовании. И ограждение. А как же получается, что эти площадки, которые поставили, не соответствуют требования? И почему вообще, как мы сделали в прошлом году, ограждение будет делать в этом? Я не понимаю. Это был конец ворудования. Ворудование. 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 Хорошо. Ворудование. Ворудование. Поэтому, что мы и вверху посвященными рейтсмレсками, монет прийти к какому-то решению. Первое. Виолетта Вячеславовна выручить записку служебную. По поводу определения этого исторического... Содержание ТЗ. Да. Содержание ТЗ. Создание разработки парка природного. Достоинства пока. Обоснование своей территории сразу концового охраняя территории. Может быть, нам бы оставить на голосование среди наших членов. Вы, я думаю, все согласны, давайте, пожалуйста. Вопросы, даже предотвращающего знака, можно в процессе управления. То есть, мы уже надо знать, по-моему, соблюдать их исполнение. И вопрос, великий участок. Вокруг озер, там земель участка, я использую сельхозу горки. То есть, они размешены, сапонированы. И, то есть, туда образованный транспорт должен иметь должность? Вопрос, чем и собственные земель. Ну, вы сможете использоваться ведь из земельного назначения здесь тоже можно. Да, здесь есть, не целевуюсть. У вас тут боль, никакие проблемы. Сельхоз-то вся боль может для нового на сельхозке. Если сельхозное назначение, то грузовая техника должна иметь доступ, если не получается. Значит, давайте первым начнем с чего, значит, для Лиды Вячеславовны в какой силу не готовят записку. Визги? Нет, это на немецкие. То есть, люди не помешают, но это серьезный вопрос тех заданий, потому что это заисканический результат. Да. Дальше до 7 янг? Игруля? 7 июля. Да? Да. Мы все равно в этом году не войдем, потому что финансирование нам в этот год нужно пойти хотя бы с предварительной документацией. На обосновании, ну, по защите, экспертизу по защите декоративки мы собрали деньги без... Дарова была сумма 150 тысяч. Ну, это принципиально, это побольше. А, это побольше, это побольше, но все равно это возможно сделать, это не таки рекомендуют. Ну, я вам могу сказать, Сергей Иванович, 150 тысяч не такие большие деньги. Я вот сейчас сделала библиотеку в Дягиле и бюджетного финансирования почти нет. Я вам могу сказать, что 200 тысяч это очень большие деньги. Обивало пороги всех, кого могла, вот сейчас лимон на 180 шишок купил, но это полгода моих хажет и не им. Мы собрали там за 3 дня через интернета. Это разные, разные страны содержатся. Поэтому не нужно проектовать. Начнем с записки. Я думаю, как это делается. Поэтому должна быть записка. Да, от нее будет записка, то, что мы получим на выходе. Она нужна обоснование на выходе. Так, принимаем это решение, да? Принимаем решение. До 7 июля готовится служебная записка, полностью ее название Диолетта Вячеслава сейчас продиктует. Кто за это решение, прошу голосовать. Согласились? Первое. Второе. Организовать рабочую группу для выезда. Сформировать ее из членов общественной палаты, представителей администрации, а именно президентуры Московского района, управления благоустройством, депутатов городского и областного уровня по данной территории, представителей местного самоуправления, ТОСов, да? Кого зовут еще? Не знаю. Представители инициативной группы, да? Представители инициативной группы. Значит, срок определяем места и желающих войти в эту группу. Первое. Кто желает войти в эту группу? Надежда Радовиновна. Ваши комиссии. Ваши комиссии. Ваши комиссии. Тогда члены комиссии. Определяемся. Члены комиссии по охране группы. Присоединившиеся. И присоединившиеся. Кто захочет. Значит, определяем тогда время выезда. На этой неделе у нас осталось среда, четверка, пятница. Предлагаю, на следующей неделе когда вы будете? Не будет. Для этого человека. Как это? Я не буду на этой неделе. Первый с реформы 20-й, если никто не менее расходил на конспект. Как только на следующей неделе можно? Следующей неделе четверг это какое? 23-я. 23-я. Тогда больше минуты переносите, если кто-то не может. Четверг, 23-я. Да? и время 16 часов или позже 17 часов. Слушайте, поскольку я буду присоединиться, что я буду в курортах. А после это поздновато. Уже будет на всего пойдем в курорт на всех раз на карте. Может кто-то работает, не может, болят. Я просто из-за того рабочее время не могу все, не могу. Значит, тогда определяемся место встречи, где кто-то знает, где встретиться. Памятник возле улицы Хрюкина. Хрюкина. Так что? Да. 16-16. 16-16. Улица Хрюкина. Памятник. Встречаемся там. Да? Значит, Ольга Анатольевна, вам определить представителей благоустройства и управления благоустройства. Опять же, мы дальше не согоражим там, что-то направляется в проблемах. А подрядчики какие у вас площадки? Дирекция благоустройства. Угода? А, значит, это управление благоустройства, а площадки ставила дирекция. Представители напишем тесьмом, что с участием дирекции благоустройства, то есть это те люди, которые отвечают за выполнение конкурсной документации и за приезда этих площадок. Потому что у каждой проблемы есть фамилия и имя отчество. Вот и все. Надо просто посмотреть, кто это принимал, почему это было принято и подписано в документации о выполнении работы без выполнения всех условий контракта. Все. Здесь ладчик просто открывался. Если мы будем разрабатывать статус с особо огранили природной территории, то уместно представители природы. Министерство природопользования кто за данное предложение прошу голосовать о выезде создания такой группы и везде на место. Единоглас. Так. Ну, наверное, давайте начнем с этого. Затем мы сможем определиться, запросить в дирекции благоустройства пожалуйста информацию о выполнении конкурсной документации по установке данных устройств мусоросборника. Потому что мы... Какой количеств площадок должны делать территорию? Чтобы вам бы не были так, как, может, отъезды? Сколько должно быть вообще? Сколько установлено? Ну, это кужаление. Это кужаление. Я знаю. Раз же в данной жизни много проблемой. Значит, мы берем конеччего, конеччего, только конеччего. Мы берем только конеччего и определяемся просим благоустройства информацию, какое количество этих площадок должно быть в этом микрорайоне. Вот Юлия Алексеевна снимает, она имеет право это делать? А почему нет? Это же общественное слушание. Нет, я просто у Леонидов не спрашиваю. У нас как вам написано что? Значит, пусть снимают. Итак, мы запрашиваем информацию о том, какое количество этих площадок для сбора, отходов должно быть на тему другое конеччего, какое есть и в каком состоянии эти площадки сейчас находятся, и что планируется до конца 2022 года выполнить в этом направлении, сделать на что деньги выделим. Съезжаем с этого вопроса, поехали дальше. Я думаю, мы просто все сразу не охватим. Давайте спасибо.